ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила в окончательном чтении поправки, которые позволяют приобрести полис ОСАГО без предъявления действующей диагностической карты. Новшество вступит в силу в конце августа этого года. Удивляет то, насколько быстро был подготовлен такой подарок автомобилистам. Об инициативе только-только стало известно, и вот ее уже приняли. Может быть, так стремительно пройдет и предложение МВД, которое на прошлой неделе выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых автомобилей-частников. ТРАССА 101 Правительство России снова попросили ввести санкции для водителей, которые летом используют шипованные покрышки. Инициатива исходит от дорожников и изготовителей асфальта, которые уверены, что шипы наносят огромный вред дорожному полотну. Адекватным наказанием, по их мнению, был бы штраф в 2000 рублей. Плюс необходимо зафиксировать на уровне 80 км в час максимально разрешенную скорость движения на шипованной резине в любое время года. ТРАССА 101 На въездах в Ивановскую область из-за роста заболеваемости коронавирусом расставили кордоны. Полицейские пускают в регион только тех, кто вакцинировался от COVID-19, либо имеют свежую справку об отсутствии недуга, либо справку о наличии антител. Остальным необходимо пройти двухнедельный карантин. ТРАССА 101 ГИБДД напоминает пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности с точки зрения ПДД – пешеходы. Поэтому им категорически запрещается выезжать на проезжую часть. А при переходе дороги устройство необходимо взять в руки. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует таким гражданам использовать защитную экипировку, не разгоняться быстро и соблюдать безопасную дистанцию в людском потоке. ТРАССА 101 Количество автомобилей в России растет. По данным агентства «Автостат», сейчас на тысячу жителей нашей страны в среднем приходится 313 машин. Пять лет назад было 284. Кстати, такой показатель зафиксирован в Москве, что не дает ей права считаться наиболее автомобилизированным субъектом. Это применимо к регионам Северо-Запада, а также к Уралу, где на тысячу человек приходится почти 330 авто. Добавлю, Россия далека от лидерства в такого рода рейтингах. Первые места там занимают страны, где уровень автомобилизации близок к стопроцентному и даже выше. Это в том числе Сан-Марина, Монако и Новая Зеландия. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин